В России это всегда надо быть на чеку с ними, потому что они сейчас все время такой страх, что они сейчас что-то натворят. И вот черт ее знает, что там с этой подводной водки. Все там, где техника, где должны быть высокие технологии, не работает. Это понятно, когда страна изолирована. Они начинают что-то лепить, ликопластырем строить, ракету из отходов коров. И поэтому, конечно, оно не летит, ломается и не работает. С ядерным оружием, со всем остальным тоже это все сложно предсказать. Поэтому, конечно, это опасно. Конечно, опасно. А самое опасное, что он в руках у одного человека. Это не то, что система должна сработать. А реально один человек может взять и сказать, все, запускайте. И никто ему противостоять не может. Нету этой системы. При Советском Союзе она была. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз. С вами Василий Миколенко. И мы, наконец-то, дождались на нашем канале нашего замечательного друга. Капитан в отставке военно-морского флота Соединенных Штатов 1-го ранга. Здравствуйте, Гарри. Это Гарри Табах. Привет, Украина. Привет всем, кто нас слушает. Давно не виделись, Василий. Да, будем надеяться, виделись чаще. Но вы сами понимаете, сезон отпусков и так далее и тому подобное. И другие прочие мероприятия и праздники. И, Гарри, конечно же, для жителей Аляски, наверное, последние дни не стали праздником, поскольку у них под носом всплыла атомная российская подводная лодка «Орел». Разные версии ходят, говорят, что там может быть даже авария. Ну, вы, как человек, который непосредственно вхож в кабинеты Белого дома, наверное, обладаете какой-то информацией, которой сможете с нами поделиться, чего она там делала, или нет ли на берегах Аляски повышение уровня радиации, может, там с реактором чего-то. Что вы вообще об этой наглости скажете? Ну, подводные лодки – это такое у них занятие, все время куда-то заходить и бесшумно, безвидно сидеть, смотреть, наблюдать, совершать диверсию, создавать угрозу. Но пока что ничего неизвестно, почему она всплыла и что происходит. Такие вещи обычно обговариваются сразу с главнокомандующими, они связываются друг с другом. Ну, традиционно России в Советском Союзе всегда врали, это не наша лодка, это не то, это не мы, нас там нет. Пока мы ее там не поднимали сами со дна и не видели, что там советские матросы и лодка советская. Ну, это так традиционно. Я не знаю, что там, я просто знаю, что вот, я не понимаю, почему лодки подводные называют именами птиц, а самолеты часто называют именами рыб. А, извините, я сказал «Орел Омск» она называется. Я оговорился, Омск. Ну, ты тоже, знаете, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Мы знаем, что город Омск, он ассоциируется в умах россиян с не очень приятными. Ну, есть масса мемор на эту тему, да попасть в Омск и не вернуться, там и опять же Навальный там, мы об этом сегодня еще поговорим, отметился. Да, у поляков это было. Трагическое название, прямо скажем, для подводной лодки, атомной тем более. Ну, да, сейчас и вот атомные подводные лодки, но они, в принципе, дизельные-то уже не ходят так далеко, особенно коляски они подошли. Но это опять показывает небоеготовность российских сил. Они все время пытаются их показать, они все время пытаются показать, что они, у них вооружены силы боевых готовностей. Но все время мы видим с самолетами какие-то хулиганства или что-то происходит. Все там, где техника, где должны быть высокие технологии, не работает. Но это понятно, когда страна изолирована. Они начинают что-то лепить ликопластырем, строить ракету из отходов коров. И поэтому, конечно, оно не летит, ломается и не работает. Это видно по многим вещам. А вот, например, там хулиганить, как они могут взять там БТР, въехать догнать наш легкий броневик, где они как раз миротворцы. А этот броневик не вооружен, он только наблюдательный, американский. Взять и врезаться в него или врезаться на таран, взять буксир украинский. Вот таким хулиганством они могут заниматься. А что-то такое высокотехнология, гичное, что-то такое, где нужно буком определить самолет, гражданский он или военный, они не могут. Подводная лодка не может находиться возле берегов Аляски. Что-то ударилось в какой-нибудь камень или еще что-то, в какую-то скалу. Что-то произошло на ней, что-то не сработало. И опять же, профессионализм оказывается на низком уровне. Обучение оказывается, тренировки оказываются на низком уровне. Поэтому у нас загорается там и Кузнецов и все остальное. Это все складывается в одно с этим бравада. Давай по хулиганям, как эти на БТРе солдаты. Причем неумно, они взяли еще, засняли это все и выложили в соцсети. И давай будем управлять чем-то космическим или чем-то опасным. Говорят, там при столкновении даже раненый американец был, да? Да, четыре человека пострадал. Ну, потому что это легкая машина. И БТР на скорости взял и влетел в него. И начал его прижимать, начал с ним хулиганить. Они еще этим хвастаются. Непрофессионализм. Бравада. Мы сейчас вам покажем. И в этом состоит самая главная опасность от России. Не то, что они могут что-то сделать, а то, что они сделают сами, не осознавая, как они наведут. Еще очередной Чернобыль может случиться. Или еще какой-то выброс. Или как случится в Китае, что сейчас весь мир парализован из-за этого ковида. И России-то всегда надо быть на чеку с ними. Потому что они все время такой страх, что они сейчас что-то натворят. И вот черт ее знает, что там с этой подводной лодки. Я думаю, что мы никогда, ну мы граждан, ну люди нормальные, которые не имеют к этому отношения. Никогда правды там не узнают. Потому что это будет все засекречено, все будет заложено. И американцы тоже не расскажут все, что они узнают про нее. Потому что они не хотят, чтобы россияне или оппоненты знали, что мы знаем. Поэтому будут тоже засекречены. В таких вещах разобраться. Будет много слухов ходить. Но что по-настоящему там произошло, мы, наверное, никогда не узнаем. Гарри, а как, в принципе, вы думаете, может ли спокойно мировое сообщество смотреть за тем, что ядерным оружием и ядерными подводными лодками обладает страна, которая, в принципе, не может делать современные автомобили, телефоны, электронную технику и так далее. Я лично удивлен, что за 30 лет, слава богу, конечно, но я удивлен, что не случилось никакой тяжелой ядерной техногенной катастрофы на территории Российской Федерации. Ведь только идиоту не может быть понятно, что там практически большинство этого всего металлолома ржавое. Оно все советское 60-70-х годов. И все то, что производится, безусловно, также производится по советским чертежам. Причем кадры-то уходят, а новых нет. Не кажется ли вам, что мировое сообщество должно, наконец, поставить ребром вопрос о том, что либо, ребята, давайте переводить это все под международный контроль, либо отказывайтесь об этом? Потому что это угрожает не только жителям Воронежа и Омска, это угрожает, по сути, Европе и всему человечеству. Абсолютно. Абсолютно с тобой согласен. Это всегда так. Это огромная угроза. Ну, правда, ядерное оружие – это не металлолома. Оно сложное очень, оно просто так не сработает. Но опасность все равно в этом есть. Когда ты имеешь оружие, когда ты с чем-то имеешь дело, ну, конечно, там немножко уровень выше, чем вот эти солдаты, может, пьяные, может, какие на БТРе решили врезаться в американские бронеры. Такой пример, например, где-нибудь под Нью-Йорком лодочка затонет, и все, купаться уже нельзя, понимаете? Нет, это понятно. Крып половить нельзя. Это понятное дело. Это, конечно, всегда опасно. И ты никогда не знаешь, что может произойти, как это может произойти, и какие последствия будут после такого. Опять же, всем рекомендую посмотреть этот британский фильм про Чернобыль, потому что там видно, как… Мы не знаем, что происходит, мы не знаем, что нас ждет, и как это все обернется. Мы не знали про… Мы до сих пор не знаем, чем обернется вот этот ковид, этот китайский вирус, и как мир будет существовать после этого. Мы до сих пор не знаем, как этот вообще вирус еще работает. Все говорят, каждый раз меняется мнение, каждого носить маски, то не носить маски, то он умрет, когда в июне, в июле будет жарко, а оказывается, это уже вторая волна повезет, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то… То вентиляторы помогают, то не помогают. Поэтому… А уж с ядерным оружием, со всем остальным, тоже это все сложно предсказать. Поэтому, конечно, это опасно. Конечно, опасно. А самое опасное, что он в руках у одного человека. Это не то, что система должна сработать, а реально один человек может взять, нажать и сказать, все, запускайте. И никто ему противостоять не может. Нету этой системы. При Советском Союзе она была. Также то, что доктрина изменилась российская. Раньше в советской доктрина была, что только можно использовать ядерное оружие в ответ, если на Советский Союз было использовано ядерное оружие, только как ответное оружие. А сейчас изменилась, сейчас уже доктрина российская говорит, что можно использовать ядерное оружие, если держава в опасности. А что такое держава в опасности, известно. Вот Украина объявит, скажет, что все, мы сейчас пойдем войной на Россию. И Россия скажет, держав в опасности все. Теперь надо, значит, ядерное оружие включить. И человек, которым этим владеет, всем уже, понятное дело, живет в параллельном мире. И если нет Путина, то нет России. Зачем нам такая Россия? Зачем нам такой мир нужен? Он же это говорит в открытую. Но, к сожалению, цивилизованный мир не реагирует на это адекватно. Европа, особенно Европа, не реагирует. Не хотят, как и всю историю, как и с Гитлером, как и со Сталином, не хотят обострять отношения. Все время пытаются что-то уговорить, уравнять. Ну, мы с тобой об этом много говорили. И договориться с крокодилом, что он должен быть вегетарианцем. И вот лягушки сидят в этом болоте, уговаривают его, чтобы он был вегетарианцем, потому что водоросли полезные, там йода много, все. И он сидит их слушает, слушает, пока он их не съест. Потому что, ну, жрать-то хочется. И то же самое с Европой. Очень странно они себя ведут. И, опять же, единственный, кто что-то и чего-то сделал против Путина и что-то выдвинул, так это вот было единственное, что это президент Трамп провел некоторые недружеские и угрожающие жесты в сторону Путина. А все остальные нет. Все остальные только пытаются его обвинить, что он дружеский у него жест, что он дружеский относится. Потому что сами такие, потому что сами ездят все время с ним, болтают все время к нему. В Сочи летают все эти европейские страны, пытаются с ним договориться. И я считаю, что это опасно. Это то же самое сделали и с Гитлером, то же самое сделали и со Сталином. Ничего в истории не изменилось. Я, кстати, недавно посмотрел фильм, просто вот случайно включил Netflix и увидел фильм, назывался «Мистер Джонс». Оказывается, это настоящая история. Я не знаю, слышал про это, Василий? Про этот фильм. Это настоящая история, где британский очень молодой журналист... Это сериалы, да, наверное, какие-то? Нет, 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 они сериалы, это фильм. Фильм, и всем рекомендую его посмотреть. Молодой журналист, я не хочу его пересказывать, чтобы людям было неинтересно, но это молодой британский журналист, который вдруг понял в какой-то момент, что цифры не сходятся, что Советский Союз покупает трактора, строит заводы, а деньги откуда они берут, непонятно. Ему непонятно, потому что не сходятся эти цифры. Он такой был. И он сам поехал в Советский Союз, и вот, значит, не хочу говорить, но он узнает про Голодомор, и он попадает и узнает про Голодомор. И как система работает. Опять, Нью-Йорк Таймс, врут все. Рузвельт признает Советский Союз, дипломатические отношения с ним строит. Пока что этот парень уже понимает, что все прекрасно знают про Голодомор. Все прекрасно знают, но не хотят со Сталином спорить. Он же покупает трактора, заводы и все. А то, что миллионы людей гибнут. Ну, это Нью-Йорк Таймс одно пишет, это другое. Взяли там заложников, жен, детей этих журналистов. И они все врут, и все это. И все политики знают, и все это. Ну, этот парень, в конце концов, конечно, погиб. Ну, я не хочу рассказывать про этот фильм, но я рекомендую всем его посмотреть, потому что он тяжелый фильм. Правда, тяжелый. И даже человек, как я, который, я считаю, что у меня нервная система крепкая, даже я сидел, и уже мне сложно было его смотреть, и просто брала злость на все это. Ну, и то же самое Рузвельта, когда Гитлер... Все, Сталин, когда Сталин это понял, он понял, что он может творить что угодно. Он может с Гитлером, так говорится, он может начать Вторую мировую войну. Все, у него руки развязаны. Вот в чем дело. А Европа и даже Америка, Рузвельт, сидели, молчали и подыгрывали. Это же тоже коллаборанты. Это тоже... Да не только немцы и Гитлер виноват в убийстве 6 миллионов евреев. Он послал евреев на Сайн-Луисе в Америку. В Америку Рузвельт их не захотел принимать. Пошли в Кубу. В Кубе Батистов вроде бы согласился, но Рузвельт на него надавил, сказал, тебе не нужны эти люди. Ну, и отправили их обратно в Германию. Все, у Гитлера руки развязаны. Со Сталином он договорился. Цивилизованный мир ему ничего не противостоит. Может творить что угодно. Потом, конечно, мы, когда уже на нас это влияет, мы начинаем сами кричать. То же самое с Путиным. То же самое с Европой сегодня. Беларусь. Уже Европейский Союз объявил, что Беларусь – это в регионе влияние России. С чего они решили это? За беларусов расписались. За беларусов расписались. А вам, как они любят говорить, не кажется, что Беларусь – это страна, и что в Беларуси люди считают по-другому? Все, вы уже договорились с Путиным об этом. Все, теперь он понимает, что теперь он может ввести войска в Беларусь, потому что народ там будет требован, скажет, там же я защищаю, там народ требует. Вот президент просил легально все законно навести порядок. Вот ничего не изменяется в этом мире. Вот после этого фильма и после много всего я понимаю, что люди ничего другого не придумали, и что мы все виноваты в этом, мы все коллаборанты, потому что мы избираем наших лидеров, наши лидеры начинают думать только о себе, как переизбраться, и как пока они у власти, чтобы все было спокойно, чтобы не лезть на рожон, обойти острые углы. И вот результат. Так что мы все виноваты в этом. Вы действительно, вы упомянули, что вот это все ядерное барахло находится реально в руках одного человека, и по поводу адекватности этого человека есть действительно сомнения у многих людей, в том числе, наверное, у нас с вами, у наших зрителей. И мы, конечно же, опасаемся неадекватных шагов со стороны Путина, который называет себя президентом Российской Федерации. И здесь, конечно же, как не вспомнить то, о чем вы говорили, именно Беларусь. Ведь тоже звучат тревожные факты. Во-первых, отправлен в Беларусь уже российский десант, якобы для учений. И Путин сам в своем недавнем интервью заявил, что подготовлены целые группы сотрудников силовых структур, ну мы понимаем с вами, что это, скорее всего, что-нибудь типа ГРУ или ФСБ, для якобы помощи белорусскому правительству, которое тоже уже все нормальные люди считают нелегитимным, в случае того, если Лукашенко не будет способен удерживать власть. Как вы думаете, Гарин, насколько далеко зайдет в этом Путин? Если белорусский народ окажет реальное сопротивление, если начнутся прямые боевые действия в этой стране с белорусскими партизанами, будем их так называть, потому что Беларусь всегда этим славилась. И вы давно об этом, кстати, говорили, что белорусы это прекрасные партизаны. Я шутил, я не знал, что это дойдет до этого. Как вы думаете, как на все это будет смотреть Европа и Соединенные Штаты, если российские войска начнут лить реки крови белорусов в этой стране? Какую реакцию вы предсказываете? От Европы я вообще никакой реакции не предсказываю, потому что, вернее, я предсказываю, что реакции от Европы вообще никакой не будет. Европа сама сейчас... Обеспокоенность, глубокая. Да, обеспокоенность, они скажут, что они там морально протестуют, что у них этика, этические, они блокируют и санкционируют Лукашенко и Путина. Но действий никаких не примут. Торговля у них будет продолжаться, все они будут продолжать делать, так как Европа исторически всегда делала. Потом, слушай, они сами себя защитить не могут, европейцы. Они внутри своих стран сейчас сегодня изливаются кровью, это перекидывается даже на нас, в Америку, и они ничего не могут этого сделать. Все равно эти левые движения, эти социалистические движения, которые социально близки к Путину, близки к его менталитету, поэтому не думаю, что... Да не верю, что Европа что-то вообще сделает. Что-нибудь там вякнет, и все, и на этом закончится. Соединенные Штаты могут, конечно, что-то применить, передвинуть куда-то войска, но не знаю. Дело все равно зависит все от белорусов самих. И я говорил всегда даже украинцам, израильтянам, я говорю, да, мы вам поможем, если вы сами захотите, мы что-то будем делать. Но рассчитывать вы можете только сами на себя. Никто вам нигде не поможет. Может, это во мне еврейская генетическая память об этом говорит, но никогда нельзя рассчитывать никого, только на самих себя. Белорусы молодцы, они как-то организовались. Но что получилось у них? Они, конечно, попали в западню. Во-первых, их лидеры этого движения, независимость, за остальное все пропали. Кто бы кого посадили, кто сам ушел. Они остались обезглавлены. Поэтому эти толпы народов, которые ходят, им нету вокруг кого консолидироваться. В Украине и в Грузии были лидеры. Они, может быть, потом, но они появились. Они когда увидели, что миллион человек восстало, они сразу появились на Майдане, появились в Грузии, стали бить себя в грудь, так кулю в лоб, так кулю в лоб. Все, вокруг них уже можно было консолидироваться. Я не говорю, что они хорошие, плохие. Я говорю, просто они появились. А здесь нету их. Они появились, к нам ушли. Или посадили их, или струсили, или смолодушничали. И вот этот народ остался как бы сам наедине с тиранами. Путину это очень выгодно. Его мечта сбылась. Как хотел, так и сработало. Теперь санкционирует запад батьку Лукашенко, и ему некуда будет деваться. Он сам придет к Владимиру Владимировичу и поклонится ему в ножке. Чтобы тот... Вот и все. И сбылась мечта его, и консолидировал он вот этот братский народ. Все, кроме украинцев, никак с ними еще он борется. Все, все у него таким образом получилось. И Запад здесь не будет участвовать сильно. Не будет участвовать сильно. Единственная надежда, конечно, вот ты это сказал, я даже про это не подумал, хотя я про это все время шутил. Идет сейчас флешмоб. По интернету везде я вижу, где белорусские спецназовцы, белорусский ОМОН берет свой мундир и говорит, Белоруссии больше нет, выкидывает мусор. Или там берет свой, выкидывает мусор. Может быть, эти люди, среди них появится какой-то командир, который правда сможет их увезти в леса, и начаться гражданская война, и начнется там кровь проливать. Но не думаю, что они смогут это сделать. Я не думаю, что они смогут организоваться. Я не думаю, что у них есть финанс. Для этого их никто не финансирует. Нету Сороса там. Да. Или богатых арабских стран. Их никто не финансирует, и командиры, конечно, будет сложно это. А в России там слаженная ГРУшная система, КГБшная система. У Порошенко тоже очень КГБшная система, очень слаженная такая. У Порошенко. У Лукашенко. Я по Фрейду ляпнул, да. У Лукашенко сложенная система, КГБшная очень хорошая. Поэтому вот просто так народу взять и свергнуть его нет. Может быть, и не дай бог, конечно, начнется кровопролитие. Но опять никто не думает, что в это вмешается. Если это не начнется как в Югославии, там геноциды, и распространятся по всей Европе. Это распространяется. Но я надеюсь, что может быть, может быть случится какое-то чудо, и кто-то из ближайшего окружения Лукашенко, допустим, там его министр обороны, министр МВД. Нет, ну МВД, там товарищ вообще из Северной Осетии, там учившийся в Москве, там все в порядке. Ну, я не знаю. Понимаешь, иногда они в порядке. Иногда, иногда ты не знаешь, как вдруг они берут и поворачиваются. Порошенко тоже же был и другом, и власти, и министром, и все такое. Но в один прекрасный день он перевернулся, перекинулся на другую сторону. Поэтому они могут все эти политики сменить сексуальную ориентацию очень быстро. И их предсказание... Единственное, на что я надеюсь, чтобы я хотел, чтобы какой-то из этих людей на позиции силы сегодня взял бы и перешел на сторону народа. Возможно это, невозможно, не знаю. Но думаю, что это бы было самое лучшее, если министр обороны взял бы и перешел бы на сторону народа и сказал, армия с народом. Как это случилось в Румынии. В Румынии так произошло, когда министр обороны сказал, мы с народом, армия не будет действовать против народа, и все, и арестовали Чеческу. И салям алейкум. Гарри, вы упоминали уже о том, что белорусским партизанам нужен командир, какой-нибудь атаман, но был уже такой, но уехал в Литву. Из Тихановской не получился командир? Нет, не получилось. Меня критикуют, что мне пишут и говорят, что я неправильно, что я говорю, у нее дети, у нее муж, она попыталась, она хотя бы поднесла спичку зажженную к стогу сена. Ну, поднесла спичку к стогу сена и ушла. Я и понимаю по-человечески ее, но я как лидер, как командир не понимаю, зачем ты подняла батальон в атаку, а потом решила, что могут так и убить, знаешь, и ушла. И обратно прыгнула в окопу. А бойцы, которые за тобой пошли, они стоят и дальше не знают, что делать, а их пока что косят. И атака захлебнулась. Так не делается. Понятно, что опасно. Понятно. Но если ты идешь в политику, если ты идешь и пытаешься... Это все нужно заранее просчитывать и понимать, что... Ты должен понимать, что это смертельно, что ты идешь на гибель. Что будут угрозы смерти и тебе, и твоим близким, и детям, и все что-то. Ну, а конечно. Либо ты... Конечно, а что? Есть такая поговорка, взялся за гуш, не говори, что ингуш. Типа того. Что она думала? Она думала, что если она выиграет выборы, этот злодей, этот тиран просто ей их отдаст, что она думала? Поэтому понятное дело, что было, значит, надо было идти садиться в тюрьму, значит, надо было брать на себя эти риски. Послушай, даже я, такой мелочный человек, и ты, мы и то берем риски, да, на это, говоря о таких вещах. Мы понимаем, что... Нет, Гарри, оговорочка, не мелочный, а мелкий, наверное. Мелкий, да. Мы мелкий, нас там несколько, сто там, тебя там, сто тысяч человек. Мы не мелочные, мы с щедрой душой. Мелкий, да. Я имею в виду мелкий. Что имею в виду по сравнению с всемирной революцией, мы букашки. И то мы осознаем, что тем, чем мы занимаемся, это опасно. Что можно... Вот я... Чай, что ли? Не надо пока пить чай. Вот, все. Понимаешь, мы уже понимаем, что всякая фигня может с нами случиться. А когда ты берешь и идешь против такого огромного тирана, против убийцы, против человека неадекватного, сумасшедшего, можно даже сказать, от власти, то что ты думаешь, что он тебе просто ее отдаст? Конечно, он будет драться за нее. Конечно, он утопит вас всех в крови. Если бы у него была ядерная бомба, он бы на тебя бы ее скинул. Как Гитлер. Если бы у него было бы, он скинул бы, уничтожил весь мир. Потому что мир без него не существует. И точно так же мир не существует без Путина, точно так же мир не существует без Ким Чен Ууна, точно так же и без батьки он не существует. Белоруссия, как она может существовать без него? У него в голове это не укладывается. Он даже своего сына подел в космонавта, 15-летнего ребенка, и он ходит как спецназовец. Вообще, его под судно надо отдать за детское... То, что нельзя иметь детей с солдатами. А в Америке 15-летний ребенок может бегать с автоматом по улице? Нет, он может бегать с автоматом, но он не может быть солдатом. Нет, его тоже не посадят, он тоже не может бегать, там есть у нас разные законы. Вот у нас сейчас 17-летний парень защищаясь, пристрелил парочку идиотов из Антифы, и все. И самое главное, что полиция их успокаивала, федералы их успокаивали, они все бомбили, крушили, сгли. Пацан 17-летний пристрелил парочку идиотов, которые на него напали, все, все успокоилось там. Теперь уже народ, знаешь, злой, народ начнет нас отстреливать. Они перестали себя так вести. Но это другая тема. Дело все в том, что да, я считаю, что она подвела народ, что она смолодушничала. И я не понимаю этого. Если ты уже пошел, то надо уже это делать до конца и не бросать людей, которых ты поднял на восстание. Ну и там другие тоже люди такие оказались не очень сильные. и там еще вот этот, которые ездят по заграницам, разговаривают со всеми лидерами. Да, мы вас поддерживаем. Это все разговоры. А действий нет. Поэтому у меня огромное уважение к белорусскому народу. Они держатся довольно-таки долго в этом, но без поддержки, без командира, без кого, вокруг кого они могут консолидироваться, не будет. и Россия же тоже так же, ну да, может быть, и Яроши не хватает. Не хватает там не только Яроши, не хватает и там Порошенко, и Цуника, и не хватает Ключко. Это все, они все играли какую-то роль свою там, что содействовало свержение власти. А там этого нет, оно отсутствует. Там отсутствует, там нету этих формирований добровольских батальонов, там по-другому все это выглядит. Нету такого казачьего задора. Хотя, как мы считали, что они партизаны, рожденные там. Нету, как в Чечне они быстро сколотились в отряды и начали отбивать российские войска. Это там, я поэтому я не думаю. Я просто про вот, знаешь, я когда первый раз попал в Россию, по-моему, еще даже это был Советский Союз, да, еще был Советский Союз, и меня привели в школу, где я учился, и там мне показывают парту, за которой я там сидел, еще что-то такое, хотя я уже не помнил даже за какой парт я там сидел, в каком классе. Мне сказали, какой у вас был самый любимый предмет? Я говорю, ну, история у меня была. Вот идет, сейчас как раз идет урок истории, мы в кабинете вы сядьте, послушайте, и мы зашли, там говорит, вот это там, американский, благословил, благословил, меня посадили. Я тогда был помощником у очень знаменитого и популярного посла. И меня, значит, посадили там, и мы с ним в это время были в Москве, и я сижу, слушаю урок, и я не могу поверить мужам что я слушаю идеи это детей учат этом значит было оказывается такая гуля королева гуля королева оказывается это была молодая девушка который был маленький ребенок ее муж или отец этого ребенка погиб на фронте и она там в 20 лет несколько оставляет этого ребенка в голод ну во время войны голод холод со своей мамой бросает принципе ребенка и идет на фронт добровольца ну и там история идет как и в конце концов она поднимает батальон в атаку и погибает я думаю чему они учат детей это мать молодая мать не ответственность перед ребенком она бросает ребенка идет на фронт что она фронте делает женщины это свои и пришел кроме нее не было никого кто мог поднять батальон в атаку и она как она подняла батальон вот так она что командира на какие-то курсы заканчивала командирский у нее опыт военный есть какой-то кого она подняла в атаку опытных обстрелянных солдат я ничего не понимаю чем они говорят ну чушь несут полную и забивают людям вот это в голову и мне было это все очень странно и поэтому то же самое с беларуси мне очень странно зачем она подняла людей в атаку если она решила что она не не устоит шквального огня не не продумала наверное не продумано это было все на эмоциях как-то сделано без без советников без не знаю она пошла спасать мужа потому что он сидел в тюрьме сидит в тюрьме это друзья сегодня воскресенье и мы знаем что сегодня очередные большие воскресные протесты минске в других городах беларуси очень бы хотелось бы чтобы именно сегодня произошли качественные изменения к сожалению с каждым воскресеньем на это надежды становится меньше но она у нас остается и поэтому конечно мы говорим живи беларуси наши белорусские коллеги сообщают нам что уже перекрывается центр минска идут едут автозаки едет полицейская техника и попросили передать давайте это донесем данным людей которые планируют участие брать в акциях протеста сегодня в случае полного перекрытия площади независимости туда сейчас стягивается техника и спецназ друзья собираемся на проспекте независимости не на площади на проспекте если перекроют площадь в промежутке от гостиницы минск до цирка если и там начнут перекрывать тогда просто нужно готовиться к мобильности к победе движности и по ситуации не забываем ставить vpn на телефоны мы знаем что будут перекрыты местные айпи адреса поэтому готовьтесь к мобильности во всех смыслах этого слова и удачи вам и хотелось бы из беларуси перенестись в тот город который мы сегодня с вами уже упоминали гарри это омск сенсационную информацию предоставил своим зрителям на стриме марка фейгена один из блогеров валерий соловей он сказал что ну товарищ который якобы обладает огромными инсайдами из кремля при этом жив здоровых хорошо себя упитанно чувствует он говорит что по его информации главврачу омской клинике мухаровский по моему фамилия ну неважно подонка еще запоминать путин своим указом тайным указом присвоил звание высокое звание героя россии и соловей это говорит как очевидный факт сегодня главврач омской больницы мураховский секретным указом президента получил звание героя россии это сообщение помните рамона меркадора это сообщение появилось все телеграм-канале кремлевский мамковед и я могу подтвердить что на абсолютно точно два вопроса к вам гарри как вы думаете похоже это на правду или нет и если да то неужели такой степени подлости такая степь такой степени издевательства населением вот такими вот указами и особенно над навальным и его семьей дошел путин его окружение что за вот такие вот меркадерские что кстати друзья давайте вспомним историю навальный был отравлен 20 августа и именно 20 августа друзья топором по голове получил троцкий в мексике от меркадера то есть вот такой вот интересно случайно или нет совпадения ведь мы знаем что фсб и кгб очень любят символизм цифры даты и прочее прочее оккультный бред ваше мнение горит но соловей вообще уникальный человек как я думаю господин фейгин шагин часто говорят фигина почему меня не приглашает ну потому что я трампист и потому что он не не заинтересован в америке он обычно только приглашает гостей который пользуясь случаем передаю свою просьбу пригласить и наконец-то не очень интересно можно меня не приглашать я это не делаю для собственной популярности или еще чего-то но у него всегда на передач занимается только вот то что происходит в россии а у него все время на передачи там пьянку еще другие которые только делают что занимается выливание дерьма на президента трампа и больше ничем поэтому когда тоже такая двоякая получается сознание но и соловей конечно он все время предсказывает и у него не только в кремле есть свои люди которые ему доносят информацию которую не доносит никому кроме него больше того у него в белом доме есть тоже свои люди которые ему доносят информацию которую никто больше не знает вот и я часто я даже именно ему писал как-то я где сказал вы Можете мне сказать, кто эти люди в Белом доме, кто вам доносит информацию? Я бы хотел с ними познакомиться, потому что они, наверное, не в том Белом доме, в котором я знаю людей в Белом доме. Они какие-то два разных Белого дома, получается, у нас. Поэтому то, что он говорит, что он знает что-то, чего он не знает. Хорошо, если, понимаешь, Соловей, он такой человек, он, во-первых, уже предсказывает лет пять, что Путину осталось полгода. Но, опять же, из своих таких очень... Кстати, я извиняюсь, хотелось бы уточнить одну из оккупаций Украины, полную оккупацией, которая должна была к 9 мая произойти, мы уже пережили. А сейчас должна очередная произойти в сентябре-октябре. Нам осталось подождать два месяца до новой оккупации Украины, господин Соловей. Активно ждем. Чистим рожье и смазываем. Поливаем огород маслом. Я не знаю, кто лучше, Мессинг был или он. Вот в предсказаниях будущего, или Ванга, кто там, ну, реально... Он пока ближе к кремлю, кстати. Да, да, я не могу никак понять, почему люди его еще до сих пор слушают, потому что ни одно его предсказание не сбылось еще. Но он такой предсказатель, а он продолжает предсказать. Ну что, я думаю, что он уже, как бы сказать, на его же аргонию... Я извиняюсь за свойства наших людей. Вы знаете, есть поговорка, чем страшнее ложь, тем больше к ней веры. Да, тем веря, да. Геббельс еще сказал, если долго это повторять. Ложь, что она станет правдой. Поминать лишних раз не будем без необходимости. Да, да. И вот он... И люди продолжают. Ну, на его жаргоне, ну, на его менталитете, я думаю, я скажу, что он уже наблатыкался. Потому что уже лучше. Вот наградили этого, не хочу называть его врачом, этого, значит, политического деятеля в белом халате. Героя России ему дали. Я не удивлюсь, если ему дали это. Потому что если Кадырову дали, то и... А за что именно, Гарри? За то, что он скрывал три дня там или сколько? Нет, за то, что он спас жизнь Навальному. Но врачам не дают героя Советского Союза за то, что они спасли свою жизнь. Это все равно, что тебе дать героя Украины за то, что ты провел передачу со мной. Что тут герои? Ты делаешь свою работу. Или ты делаешь свою... Или дать героя, потому что человек был водителем автобуса, и он проехал весь маршрут без аварии. И за это ему дать, значит, героя там Украины, или героя России, или героя Америки. Героя дают, если когда ты за счет своей жизни и опасности своей жизни спас много других жизней. Вот за это дают героя. Или провел такую операцию, где много жизней было спасено в опасности себе. Вот это тогда военная награда как герой. Вот у вас есть... У меня лично есть... Я могу его называть товарищем. Вадим Свериденко. Настоящий герой, который четыре дня отбивался в машине замороженной. В конце концов, весь обморозился, был ранен, остек крови. У него ни рук, ни ног нету. Он сейчас участвует в олимпиадах разных. Бегает, отжимается. Вот это герой. Герой во всех отношениях. Который заслуживает быть героем Украины. Но за что врачу дали? Потому что даже если он делал свою работу, непонятно. Но неважно. Вернемся к Соловьеву. У него теперь получается очень хорошо. Значит, если этого врача наградили, и это так и есть, он скажет. Я же сказал, что его наградили. Видите? Я знаю. Если мы никогда не узнаем, что этого врача, и мы его через полгода спросим, скажем. Товарищ Соловей, что вы нам поете здесь, чирикаете? Ничего его не наградили. Никакого медали он не носит. Нигде это не написано. Нигде это не сказано. Он скажет, потому что это награда была какая? Секретная. Его наградили секретно. Поэтому он будет прав и так и сяк. Он всегда будет прав. Так он сказал. Он сказал, что тайным указом, который не поделит разложению. То есть это проверить невозможно до смерти Путина и рассекречивание архивов ФСБ. Так тайным указом я награжден уже, знаешь, с какими орденами? Да, в этом сомнении было. От топлиеров и сионистского заговора до героя Советского Союза четыре раза. Слушай, секретным указом. Если это секретным указом, откуда ты, блин, знаешь? Если это секретный указ, то ты уже не должен знать инсайдов. Слушай, у него очень много таких инсайдов, и что-то его никто чаем еще не травит. Ну, я скажу проще. Я подписан просто в Телеграме. Скажу немножко проще, откуда эта информация, наверное, пошла. Я подписан в Телеграме. Он, кстати, об этом и сказал. Честь ему, кстати, за это. Подписано много каналов в Телеграме. Есть такой канал, называется Кремлевский мамковед. Он славится тем, что якобы тоже обладает инсайдами из Кремля и постоянно такую сенсационную информацию выдает на гора. И именно там появилась первая информация про этот тайный указ. И Соловей ее просто уже озвучил от себя. Причем, ну, стоит отдать ему честь. Он упомянул, что и там она есть, что подтверждает его слова. Мы это видео, кстати, с разрешения Марка Захаровича кусочек выложим. Надеюсь, Марк Захарович не возражает. Я хотел... Мы в очень хороших отношениях, поэтому тут проблем, наверное, и не будет. Я хотел бы узнать ваше мнение еще об одном случае, который меня очень интересует. Дело в том, что... Особенно ваше мнение. Дело в том, что официально твиттер Tesla Factory, это заводы производства автомобилей Tesla, заявил, официально заявил о том, что в Соединенных Штатах арестован молодой человек, россиянин, который предлагал миллион долларов работнику технической сферы, технической компьютерной сферы, айтишнику завода Tesla, за то, что тот внедрит в программное обеспечение завода Tesla вирус. Он предлагал этому работнику один миллион долларов. И этот человек, россиянин, арестован в Соединенных Штатах. Как вы думаете, Гарри, чья это конкретная инициатива? Какое лицо? Я немножко не понимаю, почему это на автомобильных заводах. Если бы это была космическая сфера Tesla, то понятно, что тут, наверное, Рогозин сильно обиделся. Человек, он не бедный. А вот автомобили здесь при чем? Жигули, что ли, конкуренция или что? Чья это конкретно была инициатива, как вы думаете? И вообще, чем россиянам автомобили Tesla помешали? Это что, цены на нефть или что? Не знаю, я, честно сказать, не знаю. Я тоже слышал, что прочел в нашей прессе, опять же, не знаю, правда или нет, что, да, был такой человек, который предложил, опять же, русскоязычному, бывшему советскому человеку, который работал на Tesla, в айтишной отрасли, чтобы тот внес какой-то вирус, и он ему заплатит миллион долларов. То, что я знаю, что идет расследование, и один человек арестован за это, потому что этот айтишник, он пошел и доложил своему начальству, а начальство уже сообщило ФБР, и ФБР ему поставило микрофон, и он пошел на переговоры с этим человеком, и его арестовали. Почему это, я не знаю, я не буду предсказывать, опять, это, наверное, вопрос к Соловью, больше он лучше знает все эти инсайдерские вещи и предсказания. Но я знаю, что такие случаи бывают, они бывают очень часто, и очень часто эти люди придурки. И я знаю несколько случаев, когда там один чудак решил продать какую-то танковую информацию про наши танки. Он работал на танковом заводе, но это было где-то в 80-х годах, и он всю документацию взял, сделал копии из них, положил в коробку, завязал коробку скотчем, проходил мимо советского посольства, взял и кинул через забор туда, в советское посольство, со своим телефоном, со всем, если вам эта информация нравится, вы можете мне еще раз позвонить, и вывод за миллион долларов я вам буду там приносить. Я не помню сумму, но советские охранники там, они видят, что коробка за это такая закрученная, они не поняли, кто это перекинул. Они позвонили в ФБР, в нашу охрану, и сказали, какая-то коробка, придите, это может быть бомба, это может быть еще что-то. Приехали наши спецы, забрали эту коробку, открыли все, позвонили этому чудаку и сказали там, с русским акцентом, со всем еще, сказали, да, мы хотим с вами встретиться, все, давайте мы вам дадим миллион долларов. Он приехал на встречу, его арестовали. Потом, когда шел в суд, было понятно, что он придурок. Во-первых, он не те документы взял, во-вторых, зачем он так это сделал, взял, перекинул коробку, что он думал, не увидит что ли, или еще что-то. Ну, в общем, есть такие, а такое тоже случается, поэтому не знаю, или это кто-то какой-то раздолбает, решил сделать, и сейчас ФБР разберется и скажет, да это ничего там нету. Или это, правда, спланированная какая-то операция, чтобы подорвать Маска, чтобы разрушить его фирму, чтобы показать, что американцы тоже идиоты. Да, может быть, это Ирогозин и его системы, которая обиделась на него, что трамплин сработал. И взять, наверное, на все-таки ракетное производство сложнее попасть, и там совершенно другие нужны секретности, уровни секретности. Там другие люди работают, чем те, которые там застают Теслу. На Теслу, наверное, все-таки легче попасть и навредить Тесле, это было бы самой машине легче, чем ракетному бизнесу. Может быть, и такое быть, я не знаю, Василий, я знаю, что даже, понимаешь, вот я в этом менталитете все равно ничего не сработает. Они пытаются каким-то образом остановить прогресс. Ну, хорошо, но вы навредите, ну, заразите, ну, на полгода Тесла остановится или будет производить что-то не то. Страховки это покроют, система сработает. Не остановите вы прогресс. Понимаешь, то, что вы убьете корову-соседа, вам от этого молока больше не будет. Ну, приятно какое-то время, что у соседа тоже корова сдохла. Я понимаю, это человеческое, это фактор. Но они постоянно пытаются остановить прогресс, пытаются дискредитировать прогресс, пытаются сказать, что нет, это не работает. Вот сейчас у нас вакцина, вот она самая лучшая вакцина, и все, и все эти должны вакцины принимать. Вот мы из... Они пытаются конкурировать с тем, что с кем конкурировать они не могут. У Теслы, по-моему, годовой бюджет, по-моему, тот же самый ВВП, как, по-моему, у Москвы, у целого нашего, единственного города в России. И поэтому это одна фирма. Одна фирма. А если вы еще возьмете Apple, и возьмете IBM, и возьмете Теслу, и еще парочку фирм, так это в три раза больше ВВП, чем у всей России. Это пару фирм. Поэтому ты не можешь конкурировать, не можешь остановить прогресс. Но вот в советском менталитете это очень сильно посажено в этих КГБшных, ГРУшных системах. Ну, хорошо. Я хочу вернуться к нашему прошлому разговору. Гарри, я извиняюсь, если можно, не слишком далеко возвращайтесь, потому что у меня через пять минут следующая запись, у меня еще пару вопросов к вам есть. Нет, я просто хотел что-то с Белоруссией. Почему? Потому что все равно было видно, что напуганно, что происходит в Белоруссии, что происходит на Дальнем Востоке, в России, что во многих городах происходит там. Конечно, поэтому мы говорили о лидерах, потому что это все-таки моя тема, о лидерстве. Поэтому Навального и пытались избавиться от Навального, потому что вокруг него могли сконсолидироваться силы. И он мог выступить как лидер против власти, посмотрев на Белоруссию, посмотрев, все, от него надо было избавиться. И они от него избавились. Грубо, не грубо, это уже другой вопрос. Но его нет, этого лидера нет на сегодняшний момент. Вот почему, как я связываю, что произошло в Белоруссии и почему это произошло с Навальным. Да, Гарри, если можно кратко, еще хотелось бы узнать ваше мнение. Тут дело в том, что позавчера Байден выступил с заявлением, что если он победит на выборах в Соединенных Штатах, он предоставит Украине летальное оружие. Комментарии ваши, пожалуйста. А почему он это не сделал в 2014 году, когда вам это было очень нужно? Он был все-таки вице-президентом. Почему Клинтон это не сделал? Она все-таки была секретарем Госдепа. Я не говорю уже об Обаме. Конгресс же тогда разрешил летальное оружие, а Обама с Байденом наложили на это вето, и Байден ничего не сказал. В 2014, в 2015, в 2016 году вам это только дали, летальное оружие, когда Трамп пришел. Не потому, что у него Конгресс давил, а потому, что он снял это вето, он снял этот запрет, который был наложен Обамой и Байденом. Так в чего это вдруг Байден начнет вам помогать? Почему Байден, почему он раньше, когда у него он был у власти, он был 50 лет у власти, он ничего для Украины не сделал, кроме того, чтобы прислать своего сына, чтобы тот чуть-чуть себе заработал на хлеб и масло с черной икрой на ней. И все. И участвовал в коррупционной схеме. А сейчас он говорит, что он, конечно же, он будет и то делать, и это делать, они все обещают и то, и это делать. Единственный президент, который не обещает, но делает, это Трамп. Поэтому мне очень странно видеть, что 60% украинцев считают, что Байден будет для них лучше, чем Трамп, а 20% только за Трампа. Вот мне это очень странно, потому что, посмотрите, что сделал Трамп, Северный поток заблокировал. Почему Байден это не сделал, почему при Байдене Северный поток устроился, все было нормально, и турецкий поток сейчас заблокирован. Почему все консульства были закрыты Российским Соединенным Штатом Трампом, а не Байденом и Обамой. Байден – это Обама, это просто будет Обама и Клинтон. Почему не перевели и не поставили ПРО в Польшу и не перевели войска в Польшу при Обаме, а наоборот, это все время откладывалось. Это все было как бы… Почему в 2010 году Обама расформировал второй флот, который противостоял России и Советскому Союзу, а Трамп сейчас ввел второй флот обратно в строй. Это что он для России делает? Почему Байден это тогда не сделал? Что вдруг Байден решил, что он сейчас будет противостоять России? Хотя никогда не против… Это Байден и Обама послали с красной кнопкой в 2008 году после того, как Россия напала на Грузию. Это первое, что они сделали. Прислали перезагрузку. Не Трамп. И вдруг Байден говорит, что он теперь будет вот так вот бороться за Украину. Он будет бороться за Украину, потому что его сын может попасть в тюрьму. И он. За коррупцию, которую они развели в Украине. И против них должно идти расследование. Поэтому он обязан стать президентом и скинуть Трампа любой ценой. И вся демократическая партия, да и республиканская тоже, очень сильно в этом участвует. Потому что понимают, что если Трамп останется у власти, им многим придется ответить. И по отношению к Украине, и по отношению к Израилю. А с Трампом будет совершенно другая картина. И они этого очень сильно боятся. И цены на нефть. Почему цены на нефть упали так при Трампе, а при Обаме они были высокие. Это все для кого это было сделано? Для Путина? Я не думаю, что это Трамп очень такой дружелюбный к Путину. Намного меньше дружелюбный. Поэтому что он пишет и обещает? Опять же, смотрите, братья украинцы, вы верите в обещания, вам мало обещали, вам их все мало и мало, вы еще хотите обещаний? И посмотрите на действия без обещаний. Вот что сделал Трамп для Украины и что сделал Байден. Пока Байден был у власти 50 лет, он был в политике. И 8 лет он был у власти, вице-президентом. Это большая должность. Он хотя бы мог влиять, хотя бы высказать что-то. А он был совсем согласен, что демократическая партия диктовала. А демократическая партия диктовала ничего не давать Украине. И Обама диктовала, что ничего Украине не давать, пусть они сами там разбираются. Так что то, что он написал, ничего не значит. Врет он. Да, кстати, уважаемые друзья, напишите, пожалуйста, свой комментарий. Вообще, за кого вы на этих выборах? Интересно будет почитать. И может быть даже кратко, в вежливой форме мнение о кандидатах. И я хотел бы еще поинтересоваться мнением Гарри о том, что произошло сегодня ночью. Ну, по европейскому времени. Дело в том, что БЛМ, вот эти вот идиоты, они выходят на новый уровень. И сегодня в Монреале завалили памятник первому премьер-министру Канады. Первому премьер-министру Канады. Красивый, очень такой монументальный постамент был. Я поставил здесь ролик, конечно же, чтобы люди посмотрели. Его звали Джон Макдональд. Первому премьеру снесли памятник за его якобы российские убеждения. Мол, он там был за белую расу, а другие не любил. Что вы думаете об этом, Гарри? Как вы считаете, Канада тоже теперь этим больна? И как там дела с этим в Соединенных Штатах? Опять же, прошу кратко, потому что совсем уже... Это болен весь мир этим левацким заразой. Опять же, она вся исходит уже и там... Правда, не гилетанты, как я, а специалисты, которые там и служили и в КГБ. И везде они говорят, что это давно, это с 70-х, 60-х годов идет заражение всего мира этим, исходя из КГБ. И оно продолжается проходить, потому что глава России, это КГБ. И они продолжают на... В этом же тоне продолжают работу со всем миром. Чтобы заразить его вот этой левацкой, коммунистической, социалистической, марксистской, называйте, как вы хотите, БЛМ, Антифой. И это анархисты, бандиты, анархисты в плохом смысле этого слова, хулиганы, выпускают из тюрем этих людей криминалы, социально близкие им. Ничего в мире нового не придумано. Это то же самое, что было, происходило и в России в 17-м году. В первую очередь, объявить, кого врагами жандармов, от них избавиться, командиров в армии избирать, а не наставлять. И вот начнется этот хаос. А патрулировать улицы будут пьяные матросы с помощью рабочих, крестьянских отрядов. И вот дамочка, давай это глазик выколю, глазик выколю, а другой оставлю, чтобы видела, кому кланяться. И ничего нового не придумал. Это в Монреале. Еврейская община у нас очень сильно поддерживала это БЛМ сначала. Ну, потому что они тоже за права человека, за равенство, против антисемитизма, против расизма, против всего этого. Ну и что, ну, в Портленде они пару дней назад сожгли синагогу. Вот вам результат, понимаешь? Это бандиты, это красная вот эта зараза, которая распространяется с профессорами в университетах. Это внедряется в университеты. Я вот не понимаю, чего они хотят вообще. А никто не понимает, они хотят хаос, они хотят, чтобы власть была у народа. Конечная цель какая-то. Власть народу. Власть народу, это их конечная цель. Они не понимают, что это значит, но власть народу. Вот что мы управляем миром, что нету теперь богатых, нету бедных, мы все равны. Одна и та же идеология. Это социалистическая, коммунистическая вот эта идеология. Они этого требуют. А такого капиталиста, как Трампа, надо убить, разграбить. Ну и, конечно, им помогают такие вот Саввы Морозовы, которые огромные конгломераты бизнесов, которые им дают денег, думая, что их это обойдет. И они себе в Китае будут спокойно использовать рабскую силу и продавать это все свободному миру. Вот и все. Эти финансируют, эти буянят, эти хотят смести власть, хотят смести строй. Это идет война. И Байден в этом участвует. Это между нашей республиканской партией, демократической партией и Трампом. Трамп такой вот один рыцарь, как бы можно сказать, который поэтому все против него. Это идет и Байден в том лагере. Он в лагере этих БЛМ, Антифа, всех этих левых движений. Потому что уже Сэндерс показывает, что он за него. А это социалист Берни Сэндерс. Что он его поддерживает в выборах, и он должен менять. Бесплатная медицина, бесплатное обучение, всем все бесплатно. Все, у богатых все отнять и раздать все это, значит, бедным. Но мы это все уже знаем очень хорошо здесь, в этом районе. Поэтому я делюсь. Это идет сегодня настоящая война между цивилизованным миром, который представляет Трамп. Правильно, неправильно, с ошибками, без ошибок, со всеми бородавками, со всеми геморроями. Но это цивилизованный мир. Против вот этого красного социалистического мира, который нападает теперь на нас. Нападает в Монтриале, нападает в Мексике, нападает во всем мире. Нападает здесь, в Украине у вас тоже на него. Ну, посмотрите ваше телевидение. Ну, это все уже видно, что это идет борьба между добром и злом, так можно сказать. Ну, чтобы было более элементарно. И они хотят разрушить мир, который построен, и начать новый мир, который они построить не смогут. И это закончится лагерями, расстрелами, воинами, голодом и несчастьем. Опять же, рекомендую всем посмотреть, я не знаю, как по-украински будет «Мистер Джонс». Я смотрел там другое имя, они его переименовали как-то по-другому. Но всем рекомендую по-другому. Нет, там как-то по-другому. Там он назван, но если вы наберете в интернете «Мистер Джонс», всем рекомендую посмотреть. Фильм тяжелый, но я про это не знал. Но это настоящая история, это основано на настоящих фактах, что происходило. Поэтому вы там тоже увидите, как люди говорят, ну что, у Гитлера или Сталина уже лучше тогда с коммунистами, чем с нацистами. Вот у них был выбор. Они говорят, ну что, с Трампом или с Байденом? Ну, лучше уже тогда с БЛМ, с Антифой тогда уже лучше. Потому что все-таки там как бы социализм, там социальная справедливость будет. Да, всем будет поровну, роздано всем. В общем, профессор Преображенский, похоже, продолжает свои опыты с собаками. Их развилось очень много. Уважаемые зрители, я прошу обратить пару минут внимания и на те слова, что скажу я. Это важная, на мой взгляд, информация. Вы знаете, что мы, наш канал, они с самого начала, еще с марта, с февраля месяца, говорили о том, что вот эта вся массовая истерия вокруг коронабесия, вот эта вот коронабесия вокруг коронавируса, все это чрезмерно раздуто и ни к чему хорошему не приведет. И у меня для вас хорошая информация. Наконец-то здравый смысл начинает побеждать. Два пункта я вам доложу. Первая – Всемирная организация здравоохранения устами своего главного эпидемиолога. Фамилию я не помню, посмотрите у нас в свитере, если интересно, женщина. Она официально заявила, что при случае второй волны так называемой эпидемии карантины категорически возражают ВОЗ против карантинных мероприятий, ограничительных мер карантина, восстановки производства и так далее. Потому что наконец-то до них дошло, как она заявила, что карантинные мероприятия намного более вредны для людей, чем сам вирус в силу ухудшения иммунитета, бедности и так далее и тому подобное. Будем надеяться, что наше правительство прислушается, хотя, судя по их тупости, на это мало надежды. И вторая замечательная новость. Тоже, друзья, в нашем твиттере прикрепленный сверху твит. Заходите, смотрите. Твиттер Субиньюз. И Конституционный суд Украины заявил, что карантинные ограничения прав и свобод граждан Украины незаконны. И таким образом, с позавчерашнего дня, с дня принятия этого решения самым высшим судом Украины, Конституционным судом, все вот эти вот запреты, которые вам запрещают, заходить в магазины без намордника и так далее, не ходить на работу, не заходить в транспорт. И все любые ограничения прав и свобод граждан, которые возможны лишь в одном случае, в случае принятия Верховной Радой, парламентом чрезвычайного положения или военного положения, это все должен прописать президент. Все вот эти меры, которые принимали Шмыгаль, Ляшко и прочая банда из правительства, они незаконны. И это признал Конституционный суд Украины. Таким образом, теперь следующий шаг. Наши юристы, в том числе и мне, хорошо знакомые, будут инициировать иски и уголовные дела против таких граждан, как премьер Шмыгаль, главный санитарный влач, Ляшко, министр здравоохранения Степанов. И я думаю, что Зеленскому тоже нужно вопросы поставить за ухудшение здоровья людей, за понижение иммунитета, за ухудшение экономического состояния, что гораздо сильнее ударило по людям, чем сам вирус, наличие которого, конечно, никто не отрицает из разумных людей. Поэтому, друзья, две такие хорошие новости. Теперь работа за юристами. А вы знаете свои права и зайдите на наш твитер, распечатайте себе, кому нужно, решение Конституционного суда и любому держиморде, который будет вас пытаться где-то останавливать или заставлять то, что делать, то, что вы не хотите, то, что вам позволяет делать Конституция, можете тыкать в табло и ставить его перед фактом. Так что первая значительная победа. Спасибо вам большое, Гарри. Друзья, я напоминаю, что у Гарри Табаха есть... Вы хотите на эту тему, может, высказаться? Я там, я уже написал... Нет, 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 я абсолютно с собой. Я просто хочу подчеркнуть, вот когда критикуют там Украину или что-то такое, вот, пожалуйста, вот ваша демократия в действии. Президент одно, Рада другое, Верховный суд третий. Они спорят и все-таки выносят какая-то... И все-таки сенс, рационал побеждает. Побеждает. Заняло долго, заняло мучительно, стоило очень дорого, но это происходит и произошло. А в диктатурной системе там он мог угадать, мог не угадать, мог сказать так, мог сказать, я так и один человек это не решает. Да, я извиняюсь, меня уже дергают на вторую запись. Поэтому, друзья, я призываю вас подписаться на канал Гарри Юрия Табаха. Пожалуйста, ссылочка внизу в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что, вот, например, сейчас мы будем писать интервью следующее с Арной Вейдлой, и мы будем обсуждать психологические особенности подонка Путина в связи, например, с вот этой вот новостью о присвоении звания героя покрывателю отравления, если таковое было. Ну, заодно и поговорим о связанных с этим аспектом. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и вы в первых рядах посмотрите и наш следующий ролик. Ну, и, конечно, если у кого есть желание, поддержите канал для его работы. Спасибо большое, друзья, за то, что смотрели, и большое спасибо Гарри Табаху. До свидания, Гарри. Спасибо. До свидания, уважаемые. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. И держитесь своих прав, защищайте их. Всем пока. Это конечно. Вооружайтесь. До свидания. Топ. Субтитры создавал DimaTorzok